Добрый вечер всем! Спасибо за приглашение. У нас уже три дня празднования проходят в посольстве Российской Федерации. Это было в разного дня. Три дня назад вчера были крупные мероприятия по всему Таллину. И сегодня здесь презентация. И я думаю, если продолжают поступать такие истории, то я не боюсь, что за 10 лет мы еще послушаем очень много историй. И ясно, что у каждого есть свои вспоминания. И они бывают иногда очень странные. В этом сзале очень много людей, которые вспоминают Олимпиаду в Таллине. А я, эстонец, не помню вообще ничего, потому что я не был в Таллине в это время. Я был на сборах в Подольске. Подготовка Адлера, Сочи. И поэтому для меня открытие реальной Олимпиады вот произошло, скажем, в течение последних месяцев, когда я начал подготавливать вместе с городом Таллином вот этот проект. И она все расширялась, расширялась. Новые истории, новые люди. И мне стало очень интересно. И я понимал, что, как и режиссер фильма, я, как бывший спортсмен, не могу эту историю рассказать все, что это удивительно. Ну, например, то, что меня нашли две девочки. Правда, они сейчас уже моего возраста, но для меня они все равно девочки. Девочки, которые были отобраны в Эстонии для того, чтобы участвовать в церемониях награждения на Олимпиаде в Москве. Они тогда были, как я уже вам сказал, гораздо моложе. Весь процесс подготовки прошел. В Москве было где-то 90 дней. Даже в Большом стеатре они учились, как правильно ходить и как красиво стоять. Потом в Лужниках, на стадионе, они учились, как на подносе медалей носить, как в строю ходить, как национальные одежды носить. С каждой республики тогда было 4, отобрано 4 девочки. И плюс, по-моему, с Россией еще 18. Так что их не так уж много было. И вот они нашли меня. Я помню это, но забыл. И она мне принесла фотографии, которые не были сделаны официальным фотографом. фотографии, где на меня на шее одевали медаль бронзовую. Первое место, Юрий Сыдых, он любовался золотом. А она подпрыгала ко мне и улыбалась. И кто-то из фотографов, по всей видимости, эстонских, фотографировал ее рядом со мной. И она сейчас мне эту фотографию принесла. Принесла еще многих вещей. И когда она принесла блокнот, где был написан мой автограф, я вспомнил. И вот таких моментов очень много было. И я думаю, что именно это была цель и фильма, и празднования 40-летия Олимпийской регаты в Таллине, чтобы всплыли вот эти истории, позитивные эмоции. И как вчера на концерте в Олимпийском парусном центре одна певица, наверное, лет 22 или 23, она сказала, что спасибо, что вы организовали такое мероприятие, потому что мы пели песни с того времени, я кьюала песни, песни знаменитые, песни Ранапа, ансамбля Роя, и она сказала, что для нас даже удивительно было, что такие песни существуют. Я думаю, что многие представители разной профессии, пусть это строители, пусть это архитекты, или спортсмены, или музыканты, они заново открыли мир для себя. И хочешь не хочешь с этими историями, они обогащали нашу память, как и вы насчет вкусной еды говорили, когда я вспомнил как раз в Олимпийской деревне в Москве, что девочки, я опять называю девочки, которые были в кухне, которые в зал обслуживали, они все говорят, мальчики, идите кушать. потому что там, как вы сказали, днем немного были, мы ждали свои спортивные выступления, мальчики идти кушать. Там поросенок, там рыба, я говорю, что за рыба? Она говорит, я не знаю, но 40 рублей кило. И вот так мы жили, и действительно, еда была очень вкусная, но отношение к спортсменам, своей команды, это, конечно, вот там я уже понял, что такое выступать у себя дома, что стены помогают, но ее очень много обязывают. И слава богу, мне было тогда 23 года, я не понял вообще, что я сделал. И когда мне медаль уже, я медаль получил, я как-то забыл вообще, вот путь весь в сборную СССР, чтобы туда попасть было очень сложно. И когда все это закончилось, мы сказали обычно, слава богу, что это все, но после этого в следующий день хотелось еще же, да? И потом пришли празднования и чувствования и награды. Наверное, я все-таки своим бронзовым металем был слабее в профессиональном уровне, чем вы. Я получил медаль за трудовой доблесть. ордена дали золотым чемпионом, а второе, третье место мы получили медали. Так что это было очень интересно. Я не знаю, вы еще слушаете мои истории или нет. АПЛОДИСМЕНТЫ И что еще? Что вы не говорили? Вот очень много в нынешнем мире значение денег имеет, И многое спрашивает, сколько же мы получили за медаль. И всем иногда как-то странно слышать, что я за медаль получил только 1500 рублей, которые были относительно большие деньги. И которым можно было купить полтора телевизора светного. Но с другой стороны, когда я рассказывал в том, что нам дали призы до Олимпиады, все спрашивают у меня, я не понимаю, в чем речь. То есть мне удалось установить рекорд мира до Олимпиады, выиграть отборочные соревнования. Я все равно был кандидатом в сборную СССР. И тогда я учился в Киевском институте физкультуры и выступал за Украину, за Украинский СССР, с Щербицкого я выступал. Тогда нам дали квартиры в мае месяце. То есть за три месяца до Олимпийских игр. И многие ребята были кандидаты в сборную СССР, и они не попали на Олимпиаду, они тоже имели квартиры. То есть я считаю, что это было очень благородно так поступать, потому что попасть на Олимпиаду это работа на всю жизнь, да? И следующая Олимпиада будет или нет, это неизвестно. Не только попадешь в команду или нет, или травма или нет, но я на следующую Олимпиаду не попал, потому что в 1984 году, как вы помните, был обратный бойкот, да? И поэтому эти ребята получили квартиры, и образно говоря, тактический ход был такой, чтобы держать их дома, чтобы они все продолжали выступать за свой город, продолжали выступать за своей республикой, чтобы не стали перекупить их. но может быть тогда даже не перекупали спортсменов, да? Но тем не менее, вот это у меня очень сильно вспоминается. И вот многие спрашивают, что у тебя, Юра, все, ты был и членом Риги, Гогу, и рекорды мира, и, как вы сказали, консул Монако, я не знаю, что еще, и три внука, и все, и что у тебя вот такое осталось в душе, что бы хотел ты ощутить, да? Я всегда с немножко завистью смотрел на спортсменов на эстонских, хотя я только уже останется был, тех, которые принимают в аэропорту, вы видели фотографии здесь, якудме носили на плечах, может быть, конечно, это слишком было бы моего размера мужика носить на плечах, но вот я вот этого, вот это у меня нету в жизни своей, чтоб как героя кто-то меня одел венок, да, дубовый, как в Эстонии это принято, чтоб носили на ратушной площади, да, и сказали, Юра, молодец. И как у меня было в 80-м году, я к папе и маме приехал тогда, потому что в Украине тоже какие-то там чествования были, но в Украине Украина большая, Украина в те времена 50% всех медалей сборной СССР выиграла с помощью своих спортсменов и с помощью волонтеров, как я, но тем не менее процент был очень большой, и там были свои чествования, потому что в Киеве были и футболисты, как вы знаете, и фехтовальщики, и пятиборцы, и метатели, и кого-то там только не было, и наши. Я бронзовую медаль, наверное, золотых медалей было столько, сколько вы здесь сидите, да, а я был, ну тоже ходил вместе с теми. И когда я прилетел домой тихонько, я думаю, все прошло уже, что не будет ничего. Тогда приземлялся в аэропорту, тогда уже новым, да, ТУ-134, и я смотрю, это был где-то, наверное, конец сентября, октября уже, я смотрю, подъезжают черные Волги, заходят мужики в черных пинжаках, сказали, ну, не лежать, но сидеть, сказали всем, и подходит ко мне. Я думаю, я думал, я тоже фильмы смотрел, Фантомасы, такие фильмы, те времена, я уже думал, что или бороться теперь, или что делать, или захват самолета, вы помните, те времена же собирали, як сорок там, летали куда-то, Турцию, Финляндию, то есть я ждал самого плохого. Но, оказывается, это были представители спортобщегося «Динамо». «Динамо», которое, я когда-то, в молодости, я был в «Динамо», потому что детская и юношеская спортивная школа города Перну была под патронажем «Динамовцев», да? Я был тогда, у меня потом нашел даже значок, чтобы я был юный «Динамо» «Динамовец». Короче, меня не арестовали, но меня отвезли. на прием. И потом, пока мы ехали, я понял уже, что все-таки олимпийская тема очень важная. И они сказали, что, Юра, все с награждения, начальники, все спокойно. И все было очень красиво. И мне сказали, что слава Богу, ты есть. Да, я не понял, в чем там вопрос, но оказывается, что в Эстонской СССР «Динамо» ни одного медали, ни одного очка нет. То есть, дали задачу тогда найти человека, кто-то, у кого есть связь с «Динамо», да? И нашли меня, юного «Динамовца», да? Короче, они были счастливы, я был очень счастливый, потому что они спросили, «Юра, спроси, что ты хочешь». Но в те времена у 23-летнего парня, у него был, я говорю, а можно папе и маме телефон? потому что я был на сборах все время, и тогда, вы помните, там так же надо было заказать, после будки стоят, все, да? А если у мамы телефона нет, она тоже должен где-то по штамте сидеть, да? У гадюра нет проблем. То есть, у меня в следующий день был телефон у мамы, и в следующий день стали ей звонить и говорили все время, что это обувной магазин или нет? Мама говорит, это частная квартира. То есть, спешили так, наверное, что дали тот же самый номер, что первого школа обувного магазина. Короче, вот так вот, что я был очень счастливый в следующие 4 или 8 лет, что я был молодой динамовец, что я получил награду за Олимпиаду, мне телефон поставили, маме, и может быть хорошо, что никто меня не носил на плечах, здесь в Эстонии иначе упал бы и на следующую Олимпиаду не попал, так что вот такие истории у людей есть. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 –.